Петухи В глубине двора, недалеко от полосатой решетки двора, лежал большой полосатый гусь. Да-да, он был полосатый, и это очень встревожило всех обитателей двора. Полосатый гусь! Где это видно? Вот чудо! Ну, конечно, это чудо. Бывают зебры в полоску, бывает тигр полосатый, наконец, арбуз в полоску, а гусь? Нет, все видели такое в первый раз. И вот обитатели птичьего двора стали собираться вокруг полосатого гуся. Каждый обходил диковинку со всех сторон, выражая вслух свое недоумение. Полосатый гусь поворачивал свою длинную шею во все стороны и тоже недоумевал, почему они его не узнают. Что же вдруг случилось? Но тот гусь повернул голову, чтобы почесать себе под крылом, и застыл от удивления. Он увидел, что он не просто белый гусь, а гусь необыкновенный, полосатый. Это не только удивило его, а даже испугало, потому что он был умный гусь и знал, что полосатых гусей не бывает, значит, и его нет. А раз его нет, то кто же лежит у полосатой решетки двора? Все эти гусиные мысли, одна за другой, появились в его гусиной голове так неожиданно, что он внезапно вскочил на ноги и побежал. И как только побежал, перестал быть полосатым, а стал самым обыкновенным белым гусем. Эта полосатая решетка двора бросала на него полосатую тень. Все обитатели птичьего двора успокоились и разошлись по местам. Успокоился и сам белый гусь.